В России резко подскочили цены на свежие овощи, и всеми любимые огурцы рискуют стать товаром премиум-класса. Цены на овощ в начале года резко повысили. В результате килограмм огурцов стоит от 300 до 500 рублей. Ценовой всплеск был совершенно неожиданным, и почему он произошел, не берутся ответить даже эксперты. Мы решили провести собственное расследование, расширив круг товаров, на которые произошел рост цен с 1 января 2017 года. Сухая статистика Росстата подтверждает, свежие огурцы в России в конце прошлого и начале нынешнего года подорожали в среднем на 23,7%, больше, чем в 2015 году. Тогда их цена тоже выросла, но чуть меньше, на 19,7%. В Наринмаре за 1 килограмм огурцов можно отдать от 250 до 300 рублей за килограмм. Но из чего же складывается эта цена и почему у всех она разная? Это зависит от закупочного. По сравнению с ценами в конце декабря 2016 года, когда товары завозились самолетом, овощи и фрукты стоят в полтора раза дешевле. Так мандарины вместо 270 рублей за килограмм стали стоить 140, яблоки от 110 до 150 рублей за килограмм вместо 160 – 170 рублей. Вот, к примеру, мандарины. Сколько они стоили? До Нового года. Потому что мы получали самолеты, они были дорогие. Почем? Они были где-то 270 рублей, 280 рублей. А сейчас? Сейчас мандарины 140 рублей. 140. Отлично. Дальше идем. Так, яблоки. Или виноград. Вот мы видим виноград, сейчас 350 рублей. Потому что это получено самолетом. А, это самолетом. Да, потому что те, которые поставщики, ну, для ассортимента. Если, допустим, нет виноград-кардинал, заказываем самолетом и получаем. А если не самолетом, если бы по зимнику, сколько? По зимнику, значит, 240-250. А яблочки? Есть 110, 120, по-разному. А до Нового года? До Нового года было 160-170. Потому что тоже самолетом все получали. Все понятно. То есть разница существенная, если вы... Ну, ясное дело. Или самолетом за каждый килограмм платят 100 рублей. Или, допустим, транспортному на Камазе, допустим, платишь 18-15 рублей за килограмм. Разница очень ощутимая. Ценовая политика на фрукты и овощи устраивает и жители города. Правда, говорят, покупают их теперь уже не так часто, как раньше. Овощи, фрукты, ну, тоже не так часто берут. Вот, например, недавно фрукты покупала. Здесь бананы, например, подешевели. Пью, не курю, поэтому у меня хватает вполне. А потом потребность у меня, знаете, можно сказать, средняя. А будет даже чуть ниже среднего. Я не бегаю там за деликатесами. Вот, поэтому вполне достаточно, даже при таких ценах. Если посмотреть на цены местных производителей овощей, то они не намного меньше, а то и выше привозных. Например, 50 грамм сельдерея, мяты, базилика или кинзы стоят 63 рубля. 100 грамм салата – 80 рублей. Огурцов, томатов с родных грядок северяне дождутся только концу мая. Да и цена у них будет, как у привезенных самолетом – около 200 рублей за килограмм. Удивили сразу же после Нового года и производители местной молочной продукции. Так пол-литра молока вдруг стали стоить 70 рублей. Но через несколько дней цена резко упала до 38 рублей. Цена, по мнению продавца, рекордно низкая. Вы помните, когда молоко стоило 38 рублей? У нас 38 не было молока. Такого не было. То есть сейчас рекордная цена, можно сказать, да? Но по-прежнему высокая цена остается на ряд других молочных продуктов. Мы провели небольшой мониторинг цен двух местных производителей молочки. Это Ненецкая агропромышленная компания, чье производство частично субсидируется округом, и акционерное общество «Вита». Так, на сегодняшний день упаковка молока в «Вите» стоит 40 рублей за пол-литра. В «АПК» за те же пол-литра – 45 рублей. Маленькую упаковку 15-процентной сметаны в «Вите» – 250 грамм – вы сможете купить за 61 рубль. А те же самые 250 грамм в «АПК», но с более высокой жирностью – 75 рублей. Творог стоит примерно одинаково, но есть разница в жирности. По словам продавца, после резкого подорожания, многие, увидев сцену, просто разворачивались и уходили. – Были такие ситуации? – Ну, конечно. – А часто? – Часто. – Часто, да. Стороной обходить приходилось и хлебный магазин. Ведь цена, скажем, на пшеничный хлеб достигала 51 рубль вместо прежних 30. Производственники объясняют неслыханное подорожание новым порядком предоставления поддержки от государства. С нового года увеличилась максимально допустимая цена реализации, и руководство хлебокомбината этой возможностью решило воспользоваться. После жалоб населения хлебозавод обещал цены снизить. И действительно снизил. С 20 января в фирменных магазинах предприятий снижены цены на хлеб двух сортов, которые субсидируются из средств окружного бюджета. Это дарницкий и пшеничный. Белый хлеб высшего сорта пшеничный будет стоить на 17% дешевле. Буханка обойдется покупателю в 42 рубля. Уменьшение цены на черный дарницкий составит около 5%. Он будет стоить 34 рубля за буханку. Средняя себестоимость одного килограмма хлеба на хлебозаводе сегодня составляет 98 рублей. Как пояснила руководитель Федеральной антимонопольной службы по Ненинскому округу Ирина Белоконь, по данному факту уже ведется проверка, и в отношении нарушителей будут приниматься соответствующие меры. По данным, представленным хозяйствующими субъектами, на текущую дату наблюдается рост цен как на мясо, так и на молочную продукцию и на масло сливочное. В связи с чем управлением будут сделаны соответствующие вопросы и проведена проверка обоснованности данного роста. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства нами будут выдаваться предостережения возбуждаться дела и приниматься иные соответствующие меры реагирования. Пока ведется проверка, стоит добавить, что письменное обращение с признаками антимонопольного нарушения могут подать и простые граждане. Обращение можно отнести в управление по адресу улицы Пырерки, дом 15 или оставить на официальном сайте nao.fas.gov.ru. Конечно, много жалов подобной инстанции по большей части поступают в устной форме. Жаловаться местным жителям можно и на просрочку. Так, буквально за 10 минут в одном из центральных магазинов нашего города съемочная группа обнаружила огромное количество просроченных продуктов или продуктов с нарушениями условий хранения. Сыр спагетти белый. Вот в какую цену мы его будем покупать? За 11 рублей? Нет, не 11 рублей. Это соответственно, да. Где мы увидим... Алиса! Где мы увидим сколько? Где мы увидим вообще что? Плюс ко всему, посмотрите, он упакован 8 января. О, да. Это что? Почему у нас в таком виде? Чья вина? Соответственно, это просрочка и... Нет, это не просрочка. Почему у него? Возьму числа. Сколько он может храниться в таком явно вами расфасованном виде? Это же вы фасовали, не производитель? Конечно, конечно. Ну, сколько в таком виде? Ну, у него идут сроки тоже есть. Какие сроки? Давайте посмотрим, пусть лежит у меня. Надо перепасывать. Так, и вот на этот посмотрим. Здесь он по распродажу у вас лежит. Да. Я не нашла сроки годности. Просто не нашла. Вот смотрим. Дата изготовления. Где? Посмотрите сами. Ну-ка, дайте другую. Угу. Дата изготовления. 01.11.2016 годен до 01.12.2016 года. Ой, 2016 года. До 1 декабря 2016 года. Вот этот вот сыр. Вот весь этот кусок. Пойдемте посмотрим, сколько еще вы уже расфасовали. Произведен 29 июня 2016 года. Срок годности 150 суток. Это полгода. Этот сыр тоже просроченный. Весь кусок. Соответственно, вот это все тоже надо убирать с полка. И такая история со всеми сырами, которые были выложены на полке этого магазина. А еще сосиски, колбаса, холодец и многое другое. В этом же списке и овощи, фрукты. У лимонов нет сроков. Да. Случит как слоган. У лимонов нет сроков годности. Ну, я сейчас достану вам нормативы Роспотребнадзора. Они просто не соответствуют качеству. Но вы их продаете по уценке. Да. А они имеют срок годности, как любой продукт. Это продукт питания. А вот у специалистов Роспотребнадзора совсем другое мнение. В телефонном разговоре нам пояснили, что как раз эта ситуация с гнилыми овощами и фруктами и продажей их по уценке является грубым нарушением и одной из самых частых причин для жалоб у жителей окружной столицы. В управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу в 2016 году поступило 18 обращений. Из них 16 послужило основанием для проведения проверок, в ходе которых составлено 20 протоколов о административных правонарушениях. Между тем, поедание несвежих продуктов – прямой путь к тяжелым отравлениям, больничной койке, а иногда даже смерти. Поэтому бдительность терять нельзя. Принцип «помоги себе сам» еще никто не отменял. Поэтому еще раз оговоримся. Отправляясь в местные магазины, будьте предельно внимательны. Ведь за здоровье вас и ваших близких в ответе только вы. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».